Агросалем, друзья, с вами съемочная группа компании Каза Агроэксперт. Самый разгар лета, июль месяц, и мы находимся в Акмолинской области, Аккальский район, поселок Новорыбинка, поля КХ Земляне, где сегодня в работе мы посмотрим прицепные, скоростные двухсторонние грабли Harvest SVR 13 с шириной захвата 8,4 метра. С нами Николай Юрьевич, глава КХ Земляне. Николай Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о данном агрегате, его преимущества и его недостатки. Я буквально неделю назад приобрел грабли, вот эти вот, ГКП-13, в компании Каза Агроэксперт. Сервинсная служба приехала, настроила мне грабли, научили, как пользоваться, все рассказали. И вот я в этот же день буквально их опробовал в работе. Завод-производитель Harvest, город Барнаул, Россия. Сначала минусы расскажу, а потом уже плюсы. Вот здесь цепное устройство, сделали немножко, как бы, диаметр под палец большой. Было бы удобнее, конечно, если бы меньше его, они его сделали. Видите, палец как гуляет, и грабли постоянно бьет. И по толщине желательно бы побольше сделать. Как только я начал пользоваться ими, ну, вот сейчас они в рабочем состоянии. В транспортное, когда поднимаешь, грабли поднимается сначала одно крыло, и она, ну, гидравлика очень резко поднимает его. Сначала одно задирается, и потом второе. И грабли ведут себя крайне неустойчиво. Я думаю, что модель 7.2 или 6.1, она, ну, рама приспособлена для них. А эта уже увеличенная, как бы, по колесу добавлена. Соответственно, устойчивость уменьшается. И, ну, тут, конечно, есть вот кран регулировочный. Я потом уже в процессе работы отрегулировал как нужно. Они сейчас стали подниматься более-менее равномерно. Уже, чтобы поднять ее, переехать вот за гонки, поначалу я их поднимал полностью, вот, в транспортное положение. Потом опускал уже. И во время подъема колеса приподнимаются сначала одно, потом второе. И очень опасно, особенно на переезда, где там уклоны какие-то будут. Назад смотришь, боишься, чтобы они не опрокинулись. Вот. И желательно бы, вот, как бы я хотел сказать, для завода-производителя колесную базу именно для этой модификации, 13-колесной, увеличить немного. Хотя бы, вот, выдвинуть сюда колесо где-то, ну, на полметра с этой стороны и с той стороны. Вот это вот единственный большой минус. Сейчас мы зацепим грабли и покажем в работе, как они будут поднимать, как опускать. И заедем в загонку и покажем, как она гребет. И заедем в загонку и покажем, как она гребет. И заедем в загонку и покажем, как она гребет. Сколько сантиметров получается? Так, ширина волка метр десять. Как раз идеально подходит для пресс-подборщика. У меня пресс-подборщик металлфак. Там ширина захвата метр шестьдесят. Ну, практически он идеально входит, как раз, в подборщик волок. И для меня это очень, как бы, я очень рад. И сейчас эти грабли стоят в положении, вот здесь вот, я покажу сейчас, регулировка его. По ширине захвата. Так, вот, вот эта вот тяга с двух сторон, вот она тут, отверстие технически. Она регулируется. Сейчас здесь выставлено на максимум по ширине. Получается, сейчас ширина сгребания семь с половиной метров идет. Ее можно еще увеличить. Вот здесь вот палец вот этот вот вытаскиваешь, брус выдвигается сюда. И вот его можно выдвинуть до, ну, 8,4 практически ширина захвата будет. Я пока этим не пользовался, потому что мне достаточно именно такой волок. Ну, при желании можно, конечно, ширину захвата увеличить. Просто потом будет угол увеличиться, и пальцы вот эти будут более работать на изгиб. Вот так вот их сильно будет заворачивать. Для меня этого достаточно. Так, ну, что еще хочу сказать. Конечно, сделана конструкция хорошо, рама мощная, брус, пальцы. Тоже я когда начал работать ими, сервисники предупредили меня, что надо часа два поработать, потом перетяжку полностью сделать. Ну, вот я поработал часа четыре, наверное. Смотрю, спицы болтаются уже. Три штуки. Я думал, сломались они. Ну, потом, оказывается, ослабли крепление, болт потерялся один. Я все перетянул, полностью перетяжку сделал, все нормально. Спицы мощные, семерка, толщина. По сравнению, как вот я работал, вот там вот снимали, наверное, на Т-40. У меня стоит обычный ГВН-5, пятиколесный. Там ширина захвата где-то метр семьдесят получается. И очень долго, производительности вообще ноль. Я пока скошу, потом согребаю целый день то, что косил. Этими граблями милое дело. Захват вообще впечатляет конкретно. Работать ими вообще идеально. Вот единственное, что базу колесную увеличить по возможности. И тогда вообще цены не будет этим граблям. И, конечно, если будут увеличивать, тут бы как бы добавочную балку между колесами. Вот тут вот повыше поднять, соединить. Тогда вообще еще мощнее будет конструкция. Ну, в целом, я очень рад этому приобретению. Теперь работать будет намного проще, удобнее, быстрее. Спасибо компании Казаграэксперт, что они, во-первых, сделали мне доставку до хозяйства, до места. Потом сервисная служба приехала, все собрали ее. Потому что все оно было в положении в ящиках. Там куча болтов было. Сразу с первого раза, когда не знаешь, как это собирать, это тяжело было бы. Все настроили, сделали. Теперь я работаю. Данную технику вы можете приобрести у компании Казаграэксперт. Казаграэксперт. Покупайте выгодно. С лучшим сервисом и гарантией. Казаграэксперт.